В зале все те, кто приносит в дома сочинцев свет, тепло и комфорт. В свой профессиональный праздник по традиции энергетики подводят итоги уходящего энергетического года и отмечают лучших. В числе прочих наград работники сочинских электросетей получили почетные грамоты Министерства энергетики страны, благодарственные письма от губернатора Краснодарского края и руководства Сочи. Энергетики города и энергетики края работают, я думаю, что, в пример, другим городам очень качественно и добросовестно. И тепло, и транспорт, и коммуникации, и все, скажем, вся система жизнеобеспечения зависит от них. Энергетики города Сочи стоят на первом месте. Настолько мы движемся вперед, благодаря руководству компании нашей, сочинской, мы опережаем все регионы. Даже в самый высокий сезон электроснабжение в Сочи оставалось надежным и стабильным. А для надежной работы электрооборудования необходима его надежная эксплуатация, грамотное обслуживание, профилактический ремонт. С начала года специалисты электросети отремонтировали более 200 километров воздушных линий электропередачи, заменили 390 опор ЛЭП, расчистили около 500 гектаров просек вдоль трасс, чтобы предупредить тех нарушения из-за падения веток и деревьев. Исторический максимум в энергопотреблении, который мы достигли в этом году, он достиг более 130 мегаватт против прошлого года и олимпийского года 630. То есть это говорит не только о росте экономики и о росте потребления, как о лакмусовой бумажке, востребованности мощности энергии на территории города Сочи. На торжественном собрании в честь Дня энергетика чествовали и ветеранов сочинских электросетей. Они отметили высокие достижения своих коллег, которые сегодня, сохраняя лучшие традиции, трудятся на благо курорта. Отработала я в сочинских сетях, именно в Адлерском районе, 41 год. Сети преобразились за время подготовки к Олимпийским играм и вообще, конечно, не узнать сегодняшнее Сочи, и в том числе и электросети, как я думаю, потому что работа стабильная. Энергоэффективные технологии и снижение потерь, бесплатная установка интеллектуальных приборов учета, новый клиентский офис, в который обратилось около 60 тысяч человек. Все это лишь часть самых заметных за год достижений. К слову, энергетики заботятся и о будущем предприятия. В рамках социального партнерства Кубанинерго и сочинского профессионального техникума 4 года назад в Сочи создан ресурсный центр, где готовится достойная замена нынешним энергетикам. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.